22 декабря тагильскому хоккею с шайбой исполняется 70 лет. Сегодня сердце тагильского хоккея – это спортшкола «Спутник». На льду тренируются старшие воспитанники команды юношеской лиги. Для спортсменов важна поддержка родного города. С семьей, друзья, девушки приходят посмотреть. Есть, конечно, верные фанаты, кто, оставшись в ВХЛ, приходит поболеть. Мы, конечно, слышим и всех зовем приходить на хоккей. Поддержка – это очень ценно для нас. В «Спутнике» занимается более 400 юных хоккеистов. Идет набор в новую группу мальчиков 2013 года рождения. Там есть и четырехлетние, и пятилетние. Вот сейчас они катаются тоже по три раза в недельку, лед им даем. Потихоньку на конечке ставим. То есть набор идет, уже где-то порядка 40 человек мы набрали. Свою историю тагильский хоккей ведет с 1948 года, когда был создан клуб «Дзержинец», позже переименованный в «Спутник». На базе клуба была создана спортшкола. Ее гордость – выпускники. Среди них двукратный чемпион мира Александр Радулов, капитан сборной России, серебряный призер чемпионата мира Сергей Гусев и многие другие. Сейчас в КХЛ играет несколько Железков, Артем играет. Играет Ларичев, играет Юдин от Барси. Вот это его воспитательники. И по высшей лиге очень много, даже не перечесть, сколько играет. То есть по Уральскому региону школа всегда в лидерах идет. 22 декабря пройдет мини-турнир, посвященный 70-летию тагильского хоккея. В 11.30 стартуют детские состязания. В час – торжественное открытие, лазерное шоу. В 13.30 – матч ветеранов хоккея. Тагильский «Спутник» сойдется на льду с екатеринбургским автомобилистом. Во Дворце ледового спорта ждут всех любителей хоккея. Вход свободный. Тагильский «Спутник»